Вильнюс по-европейски комфортная и уютная столица, но в то же время по-славянски близкая и понятная. Путешествие в Европу начинается с Литвы, что бы условлено близостью ее расположения. Несколько часов и ты в самом сердце этой живописной балтийской страны. Добраться в город можно любым способом, автомобиль, автобус, поезд, самолет, при желании на этом можно остановиться подробнее. Вильнюсский аэропорт находится всего в пяти километрах от центральной части города, а железнодорожный и автовокзал – буквально в пяти минутах неспешной ходьбы от исторического центра, старого города. Старый город Вильнюса, пожалуй, самая знаменитая и популярная его достопримечательность. Попадая в него, поражаешься размером, это целый район литовской столицы, застроенный старинными зданиями. Тут найдутся развлечения на любой вкус и кошелек, кому-то по душе прогулки по прохладным музеям и современным выставкам, кто-то любит заблудиться в узких, мощенных старинной брусчаткой улочках, а кто-то предпочитает нежиться на уютной веранде городского кафе с ароматным кофе в руках и наблюдать за размеренной жизнью горожан. Ходить по старому городу можно долго и много, размеры позволяют – вильнюсский Синамистис, именно так местные жители его называют – литература. Синамистис – самый большой, старый город, в восточной и центральной Европе выполненный в стиле – барокко. Вечером же город превращается в место, куда люди приходят расслабиться, пообщаться с друзьями и вкусно покушать. Литовская кухня – это целый гастрономический фейерверк, покоряющий своими национальными особенностями, и описать который, не хватит не то, что абзаца, а даже целой статьи. Поэтому советую изучить этот вопрос и как теоретически, так и практически. Поверьте, вы не пожалеете. Закрывающая круглая скобка точка. Гуляя по Вильнюсу непременно поднимитесь по крутой каменной дорожке на вершину замковой горы, где расположились развалины верхнего замка и башня Гедеминоса. С высоты открывается невероятная панорама города, перед глазами расстилается нескончаемое море красных крыш, мелькают шпили соборов и многочисленные нити городских улочек, утопающих в зелени деревьев, а в стороне на холме белеют знаменитые «три креста». У подножия замковой горы в самом сердце Вильнюса раскинулось монументальное сооружение с белоснежными колоннами и увенчанное статуями святых на своде крыши, главный собор Вильнюса, кафедральный собор святого Станислава и святого Владислава, таящие в себе страницы истории этой страны. Путешествие по Вильнюсу может длиться бесконечно долго. Любопытный турист обязательно найдет для себя что-нибудь новое и необычное, интересное и завораживающее, что то, что оставит в душе неизгладимый след и только положительные впечатления. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.